Последний звонок сегодня прозвенел и в школах Новоуральска. Впереди у юношей и девушек еще напряженная пора экзаменов. Но этот день – день белых бантов и праздничных линеек. С какими чувствами школьники расстаются с учителями и любимой школой, узнала Наталья Ребрищева. Последний школьный звонок в торжественной обстановке сегодня прозвенел в городской гимназии для 11-ти классников. Родители, педагоги и сами учащиеся не скрывают слез. Все понимают, что настает тот момент, который больше никогда в жизни не повторится. Наш успех, о котором весь год мы говорим, как раз и заключается в том, что мы знаем, как к этому относиться, знаем, как правильно к этому относиться, как поддержать вот таких замечательных, талантливых детей. И за это вам, педагоги гимназии, огромное спасибо и низкий поклон. Сегодня мы с вами выпускаем 76 выпускников. И, конечно, не хочется говорить какие-то банальные вещи, но, видимо, придется, для тех, кто не знает. Это первые дети, которые вместе с нами шагнули в эксперимент под названием «Росатом». Им пришлось тяжелее, чем нам, потому что мы на них, уж простите, дети, за это слово, ставили эксперимент. А сегодня пытаемся у вас выпытать, а что вам понравилось, а что вам не понравилось. И будьте, пожалуйста, с нами честными и расскажите, какие ошибки нам не совершить в будущем, за теми для тех ребят, которые придут после вас. Но вам огромное спасибо за то, что вы, ваши родители, и мы это чувствовали, продолжаем чувствовать, поддерживали буквально с первого дня. Добрые и строгие, справедливые и мудрые учителя все 11 лет давали ребятам знания, растили целеустремленных людей, чтобы не только в школе они добивались успеха, но и в жизни выбрали верный, профессиональный путь. Для Нелли Патрушевой, учителя гимназии, это ее родной шестой по счету выпуск. Не только весь класс, но и каждый ребенок остается в ее памяти на долгие годы. Первый раз, первый класс они ко мне пришли. Начало переполнило такое чувство горечи, что ли. Опять выросли, опять их надо отдавать, опять они уйдут сейчас, придут маленькие, ну вот это первое чувство. А второе чувство, вот они пришли, ноги торчат из-за парт, такие смешные, но такие любимые, такие родные. Я помню, я была такой маленькой девочкой с большими бантиками, я приходила, так радовалась, ничего не понимала еще, что происходит. Сидела на 2 марте и внимательно очень слушала учителя. Внутри какая-то пустота одновременно, но и в то же время какое-то торжество, что ты заканчиваешь это солидное учреждение, что рядом с тобой всегда твои любимые учителя, твои любимые одноклассники. И это, конечно, не может не радовать, но и тоже грустно, что не хочется уходить. Впереди долгая взрослая жизнь, в которую мы сейчас вступаем, а сейчас мы прощаемся с детством. Гимназия – это такое учебное заведение, которое позволяет нам развиваться не только в интеллектуальном плане, но и в творческом, и социально значимом. Последний знак – это апофеоз всей нашей школьной жизни. Завтра впервые родители рано утром не разбудят своих детей, ведь школьных уроков жизни этих ребят больше не будет. У них начинается новая пора. Последний звонок – это не только символ окончания школьных лет, но и начало наступления взрослой жизни. У нас будет выпускной 24 июня, вот тогда мы что-то почувствуем уже более серьезно. Сейчас-то у нас такой небольшой праздник перед важным этапом в жизни. Волнение пока перед тем, что наших детей ждет. Почему эмоции, почему слезы? Ну, потому что это в жизни каждого человека очень важно. Окончание школы, такое своеобразное прощание с детством, и дальше, как пойдет твоя дорога, от этого зависит очень многое в жизни человека. Последний звонок – это праздник, полный слез, радости и воспоминаний. По давней традиции торжественная линейка в честь последнего звонка проходит в конце мая перед ЕГЭ, а уже с понедельника для всех 11-ти классников начнутся выпускные государственные экзамены. 449 мальчишек и девчонок сядут за парты, чтобы доказать свои знания по разным школьным предметам. Желаем всем старшеклассникам ни пуха, ни пера. Наталья Ребрищева, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok